Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс. Приобретай автозапчасти в сети магазинов Лада Деталь или Евразия Автоплюс. Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания Сервискар. Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Один человек погиб, еще троих госпитализировали в ДТП под Яранском. Там лоб в лоб столкнулись Девятка и Джили. Подробности в рубрике «Обзор аварии». По предварительной информации ГИБДД, авария произошла почти в час ночи на 182-м километре трассы Вятка. Водитель Лады девятой модели не справился с управлением. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, не имеющий права управления транспортными средствами, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с автомобилем Джили. Водитель Лады погиб еще до прибытия медиков. Троих пассажиров девятки с тяжелыми травмами госпитализировали. Сейчас по факту аварии проводится проверка. У дома 21 по Октябрьскому проспекту столкнулись две иномарки. По предварительной информации ГИБДД, водитель Митсубиси Лансер не уступил дорогу автолеги на Шкоде Фабия. Последняя ехала по главной дороге. В отношении вероятного виновника ДТП составили протокол. Похоже, ДТП произошло на пересечении улиц Герцена и Октябрьского проспекта. По предварительной информации ГИБДД, водитель Тойоты выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Фольксваген. В аварии пострадали только автомобили. В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол. На улице Щерсов водитель Мерседес Бенц поздно заметил внедорожник Тойота Лэнд Крузер, который остановился перед пешеходным переходом. Несмотря на экстренное торможение, удара избежать не удалось. Повредились оба автомобиля. На перекрестке улиц Труда и Володарского водитель Хонды не пропустил и протаранил Киа, который ехал на главной дороге. От удара Хонду откинуло на Ладу Весту. В отношении предполагаемого виновника аварии инспекторы составили административный материал. В четверг утром, по предварительной информации госавтоинспекции, на улице Лепсе водитель грузовика МАН хотел повернуть направо. Однако шофер не рассчитал габариты машины. Фура зацепила попутный «Шевроле Кобальт». После ДТП водители сами составили схему аварии и приехали в ГИБДД. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.